Стариков Иван Валентинович, давайте послушаем. Спасибо, Константин Анатольевич. Рад видеть многих знакомых, знакомые лица. Я постараюсь в пять минут, безусловно, уложиться. И хочу сказать, что это место памятное для меня. В 1996 году я работал в штабе по переизбранию Бориса Николаевича Эльцина, в учебном министре экономики. Сейчас история не терпится, слагательное наклонение, но истоки нынешнего авторитаризма были заложены тогда. В 1996 году. Я сейчас отчетливо понимаю, победа Зюганова не была бы катастрофичной для страны. Во многих странах Восточной Европы левые приходили во власть, показывали, что они не сильно управляются, то есть они могут тратить деньги, но не могут зарабатывать. И, в общем, вопрос этот снимался. Теперь очень коротко. Я думаю, что самая главная наша проблема на самом деле, поскольку здесь много представителей бизнеса, что у бизнеса нет классового сознания. Вот бюрократия во всех странах мира – это вообще прослойка, которая существует на деньги, которые, в общем, власть вытаскивает из кармонов граждан, физических и юридических лиц. Других денег, на которые живет власть, по определению нет. К сожалению, за последние 10 лет, все по Марксу, бюрократия, не имея частной собственности, сделала частной собственностью российское государство, своей частной собственностью. Поэтому оно же обрело классовое сознание и сформировало свой передовой отряд – политическую партию, партию бюрократов, которая сегодня монополизировала и законодательную, и исполнительную власть. Поэтому первое, что мне кажется, необходимое бизнесу обрести классовое сознание и отказаться от абсолютно тупиковой идеи, пытаться решать вопросы путем частных договоренностей с морально неизлечимыми людьми, находятся ли эти люди в Кремле, либо в областных или районных администрациях. Это абсолютно тупиковый путь, потому что как раз в этом наша слабость. Как только от людей, которые на самом деле содержат чиновников, появятся, они почувствуют, что эта сила объединилась и выступает против бюрократии. Ситуация поменяется. Теперь относительно, уважаемые коллеги, относительно механизма. Я думаю, на самом деле, что если мы ответственные люди и, в общем, уже политики, которые имеют не только виртуальные, но и реальные шрамы на своей голове от этих баталий, то плести в кельваторе той политики и той системы действий, которую предлагают, наверное, не следует. Потому что, ну, здесь много говорили про Михаила Прохорова. Я был изнутри этого процесса, в том числе. Был на съезде, я отчетливо вижу, что на самом деле, на самом деле, он ровным счетом действовал в той самой парадигме. И когда он стал какую-то угрозу представлять для власти бюрократии и нынешней правящей верхушки, то его немедленно смахнули со стола. Вот, и в личном разговоре он сказал, что он пережил там алюминиевые, никелевые войны в 90-м. Такого беспредела, который творился в эти дни, он, в общем, не ожидал. Хорошо старались. Да, поэтому, коллеги, мне кажется, что если ему ответственно нужно форматировать политическое пространство под себя. И здесь, безусловно, уличная акция – это важно, но, как показывает опыт, я во многих уличных акциях принимал участие, не сильно люди наши, в общем, верят вообще политикам, тем более, что основной ресурс – это федеральные телеканалы находятся в руках власти. Вместе с тем, вот здесь лежит такая красивая бумажка, я абсолютно согласен, это вопрос, связанный с облачной демократией. Сегодня интернет – это прибежище тех людей, которые думают, это свободолюбивые и мыслящие люди, которые, в общем, обращаются туда. Вообще, российское интернет-пространство – самое политизированное пространство в мире, если вы посмотрите. На самом деле, необходимо формировать параллельную Россию, формировать там команды по разным направлениям, потому что недалек тот час, когда из виртуального мира интернета команда единомышленников, сплоченная общими идеями, целями и пониманием, что делать, может прийти к реальной власти. Я думаю, что это вот тот самый обходной маневр, который мы можем и который будет чрезвычайно эффективен. Феномен Навального, не надо рассказывать, вы сами видите, что происходит, как трясет бюрократию. И последнее, очень коротко, понимаете, дело в том, что российская бюрократия, они ведь хуже паразитов, хуже глистов. У тех хоть есть инстинкт самосохранения, они уничтожают организм, на котором паразитируют. Российская бюрократия полностью потеряла берега, уничтожает государство, на котором она паразитирует. Поэтому мой призыв – давайте обретем классовое сознание, и тогда с нами начнут считаться. Спасибо. Так, дальше. Барбалат Алексей Васильевич, генеральный директор завода, Ногинский завод топливной аппаратуры. Если позволите, в двух словах. Начну с последнего вопроса. Возможно ли честные выборы в декабре 2011 года? Этот вопрос надо было задавать год назад или полтора года назад. Сегодня, сейчас, в данное время, его уже задавать поздно и искать на него ответ. Можно ли изменить политическую систему с помощью выборов? Тоже был четкий и ясный ответ, что вопрос не в политической системе, а в том, как она функционирует. Почему власть боится народного мнения? То же самое, все ясно, четко и понятно. Потому что власть боится потерять власть. Как граждане могут влиять на власть и политику? В данной ситуации практически никак, если не будут ничего делать. Что нужно делать? Нужно объединяться. Объединяться и объединяться для того, чтобы суметь что-то поменять. Поменять то, что не устраивает сегодня, то, что будет не устраивать завтра. И в продолжении о том, что есть одна доминирующая партия, несколько партий, которые пытаются то ли противостоять, то ли делать вид, что они противостоят. И есть еще много людей, не согласны с текущей ситуацией. Так вот, что-то изменить можно, только объединившись. И поставив на первое место, как говорилось, интересы страны, а не интересы отдельных личностей и кто главнее или кто будет руководить. Но необходимые предложения по повышению легитимности предстоящих выборов на этот вопрос был дан ответ в пятом предложении. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, Владимир Сергеевич Евсюков. Я постараюсь кратко выступить. И первый тезис мой будет согласиться с основными тезисами резолюции. По-моему, они достаточно точно определяют ситуацию и программу, что нужно делать. И я думаю, что можно дополнять, можно редактировать, но это уже не суть вопроса. Суть вопроса, что все эти пункты правильные. Я поддерживаю выступающего передо мной, значит, коллеги, который высказался по этому вопросу, тоже позитивно. Теперь второй вопрос. Демократии абсолютно не бывает никакой и нигде, никогда. Так же, как и анархии, абсолютно никакой. Вы читаете, у Кропоткина идеальное государство это полностью отсутствие власти, отсутствие силы. Поэтому, естественно, что должно быть баланс между элитой и баланс между остальными членами или остальной частью населения. В этом отношении очень важно, чтобы наша демокрация отражала не только мнение элиты, но и мнение меньшинства населения. И в связи с этим я бы сказал, что вот ставить так вопрос, или выводить население на улицу, или не вводить, это, по-моему, неправильно. Нельзя подразумевать, что если выводим население на улицу, то это значит обязательно кровавый бунт. Но давайте смотреть реально, если в мире это происходит, то давайте смотреть, как это осуществлялось в других странах. Население выходит на улицу. Выходит на улицу, потому что она недовольна, не обязательно с автоматом. И это как раз не нужно для того, чтобы добиться позитивного результата. Что нам нужно тогда делать? Значит, мы еще не довели до соответствующей кондиции понимания проблемы в стране. Это фактически так получилось. Если мы сегодня даже скажем, вот я представил, ну, с молодежью говорю, в том числе с моими внуками, говорю, вот голосовать будешь, или там участвовать будешь? В ответ нет. Почему? А это бесполезно совершенно. Самый плохой результат существующей системы это равнодушие, полное равнодушие к тому, что будет дальше. И бороться с этим можно, конечно, только активностью, в том числе в средствах массовой информации, но организацией различных структур, в том числе и общественное движение. Может быть, оно будет параллельно, не обязательно, что нужно говорить так, или политическая партия, или общественное движение. Это может и параллельно быть, но нужно активнее проявлять себя в части донесения нашей позиции до широких масс населения, чтобы на наш призыв это неправильно нужно сказать всем «нет» этому, откликнулись и вышли, и приняли участие в общественных мерах. А вот вчера газета «Ведомости». Я выдержку прочту. Это касается там экономической программы, как превратить возможный кризис, который, может быть, так предрекают специалисты, эксперты. Непонятно только, почему похожий сценарий разворачивается в России, что или-или, вот может. Путин ведет себя так, как будто выборы у нас настоящие. Хотя очевидно, что они носят декоративный характер. Нужный результат будет получен вне зависимости от реальных симпатий или антипатий народа. Выведена из игры и оппозиция, которая могла бы выдвигать какую-то альтернативную экономическую программу. Получается, что экономика России приносится в жертву некоему условному рейтингу президента и премьера, то есть их привычке к популярности. Я должен сказать, что вот в нашей резолюции там есть такая формулировка о том, что в тексте, который предшествует решению, предшествует решению. Состояние промышленности, сельскохозяйственного и так далее. Сюда нужно и транспорт, конечно, и культуру, и наука добавить. Может, и еще что-то. И не нужно скромчить. То, что мы видим плохо, то и нужно говорить. Но я бы хотел сказать, что вот я являюсь членом Совета Российского Союза химиков. Я очень знаю хорошо дела в химии, потому что вся моя работа, жизнь была связана с химической промышленностью. Там тоже ситуация пестрая. Если минеральные удобрения, которых 88% за рубеж отправляется, и там капиталы в основном уже за рубежом, то они будут голосовать за устойчивость, за сохранение всей существующей системы. И это можно найти и в других отраслях тоже. Картина пестрая. Но наш актив, это должен быть тех, которые страдают и понимают, что мы должны добиться развития национально ориентированной буржуазии вместо компрадорской буржуазии. Вот в чем суть вопроса, если кратко сформулировать в экономическом смысле. По существу это компрадорская буржуазия, которая в основном-то вообще, что и живет даже за рубежом, или в офшорах держит свои активы. Она фактически правит бал. И пока так будет, добиться изменения невозможно. Спасибо. Спасибо, Владимир Сергеевич. Давайте послушаем Аграрьев. Мельниченко Василий Александрович, руководитель, председатель Уральской народной ассамблеи, ну и руководитель хозяйства. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я первый раз на заседании клуба РОЙ. Я председатель сельскохозяйственного кооператива, то бишь колхоза, бывший председатель колхоза тоже. Ну, РОЙ – такое полезное очень сообщество, можно даже сказать, чуть ли не людей, который беспрерывно умножает валовый национальный продукт своего улья. Беспрерывно. И как только появляются лишние трудни, их тут же немедленно убивают и выбрасывают из улья. Рабочие, так сказать, люди. И медведь. А пасечник кто? Что ты присутствует, что ты делаешь? Нет, нет, нет. Вы ответим. Да, ничего. Пусть будет. Я просто об пчелах. Не более того пока что говорю. Следующие. Говорят об оппозиции, об объединении. Вообще-то скажу с своей точки зрения. Коммерс – это человек очень ненадежный для объединения. Служит и нашим, и вашим практически в день по два раза. А буржуазия? Ну, как-то так, по старым нашим. Мы все-таки советскую школу заканчивали. Тяжеловато верить тоже, что оно будет на благо людей. Ну, если родины, ну, сложнее сказать. Или на благо земли. Все законы, которые принимались в последнее время, Государственная Дума, независимо, кто и как за них голосовал, были все практически против моей земли, против моего народа и против моей родины. Я ни один закон не могу сказать, что он шел, значит, на пользу моему селу, моей деревне. Все было против. И здесь не надо никакой полемики. Проедьте и посмотрите на наши села и деревни. Что с ними сталось, значит, вот. Если кто-то хочет сказать, что у нас была амбициозная или нормальная власть, если кто-то хочет, может быть, говорить, что наши лидеры спасали родину, проедьтесь по родине, посмотрите по ней, кто кого спасал и что делал. Значит, в 2006 году мы с группой, так сказать, людей, которых, ну, пригласили были в Ленинградскую область, вот, в Сланцевский район, что надо сделать с районом, вот, значит, чтобы как-то эта земля задышала и работала. Мы проводили, прежде чем начать делать, вот, потому что надо же понять, и для чего мы будем делать, и для кого будем делать. Мы проводили опрос, вот, среди взрослого населения, которые работали на заводах, на фабриках, среди молодых. Желаете ли вы, чтобы ваши дети остались жить в Сланцах? Вот, 90 больше процента говорили, нет, желаем, чтобы уехали в Эстонию. Значит, дети тоже практически все не желали жить в Сланцах, вот. Естественно, стоял вопрос перед администрацией города, что, а что за стратегию вы будете писать, для кого у вас никто в городе не желает остаться жить, да, видимо. Это очень серьезно, потому что, если посмотреть глубинку, люди тоже хотят оттуда уезжать. То есть развиваться, то вроде как бы не для кого больше встает. Но остается одно. Кучка людей, кучка людей, которые сели, ну, людей, не людей, ублюдков, или кто его знает, которые сели на две трубы, беспрерывно качают, пользуются хорошо и работают. Стоял вопрос здесь, ну, кто-то на Прохорова надеялся. А это с чего вдруг-то вы? А что такое? А Норильский Никель, город Норильск, а возьмите город Череповец, а возьмите город Липецк, а возьмите город, вот, Верхний Карабаш, а возьмите Магнитогорск, а в них ведь жить нельзя в этих городах, вот. Это же самые грязные города. А там самые, оказывается, лучшие люди бизнес ведут, вот, все миллиардеры. Как с этим-то быть, вот. Как нам-то быть тем, кто там живет, и кто этим живет, в общем-то. Кратко пробегусь, вот, чисто по вопросу, а можно ли изменить политическую систему с помощью выборов? А что где-то и когда-то вы это знаете, что менялось с помощью выборов? Есть такие примеры, что ли? Я что-то не знаю, что может быть, Борис Николаевич пришел с помощью выборов к власти, и вся нынешняя его команда. Почему власть боится народного мнения? А это с чего вы взяли-то видео? Это кто моего мнения боится власти-то? Неправда это? Как граждане могут влиять на власть и политику? Только массовыми акциями. Миллионы людей, если выйдут, вот, пример вам, пожалуйста, тунистам, вот, всякие остальные, поменяли моментально, в три дня, и все сменилось. Значит, необходимое предложение по повышению легитимности предстоящих выборов. По практике скажу. Когда была кунда Лиза Райс, вот, могла указать Путину, и выборы могли быть нормальные. Больше никто не мог приказать нашей власти ничего делать. Возможно ли честные выборы в декабре 2011 года? Возможно. Если вы, коллеги, нас поддержите, мы готовы сегодня объявить крестьянский ход на Москву, мы готовы выйти 30, 40, 50 тысяч сюда человек, прийти и поговорить с президентом. Более того, президент дал слово с нами встретиться и говорить. Мы готовы потребовать с него, что давай-ка прекратите эти все убрасывания, забрасывания, прекратите мертвые души. Давайте действительно честно проголосуем, кто за кого. И тем не менее, не удивляйтесь, победит все равно честная Россия. На честных выборах в декабре прочитайте выборы, и прошли честно. Вот, победила Единая Россия. Спасибо. С удовольствием послушал. Интересное выступление. Так, Нигматуллин Булат Искандерович, пожалуйста. Я не все прослушал, к сожалению. Так вот. Значит, ну вот я, когда ехал, думал, что сказать по поводу новых выборов и прочего. Ну так вот, что сказать. Значит, мое мнение такое. Вот есть, я говорю о сегодняшнем моменте, моменте 4 декабря, выбора в Думу. Конечно, надо идти на выборы. Раз нет, пока не зависит партия от дела, значит, вот только мы здесь граждане России, идти надо на выборы. Не пришел на выборы, твой голос не участвует. Вообще, чем больше придут людей на выборы, тем больше будет выражено в воле. За кого голосовать? Ну, у нас есть сегодня этих 6 или там 7 партий. разнообразная платформа на все на все на все на все вкусы. На все вкусы. И справедливая Россия, и, если уж говорить, не оппозиционные партии, и КПРФ. Ну, вот сейчас насчет правого дела, наверное, уже не получится у них. Второе, что дальше делать? Что дальше делать? Потому что времени осталось. Конечно, надо пытаться в рамках сегодняшней ситуации выходить на... Если сегодня не регистрируют твою партию, значит, находить возможность работать с другими партиями. Почему так? Почему я призываю к этому? Потому что это естественный демографический процесс. Посмотрите, как на Западе. Там две-четыре партии. Да, разные фракции, но там умеют договариваться. Нам нужно выходить на такой цивилизованный уровень. Да, у нас партии вождейские. У нас у всех партий все вожди. Но есть вожди и есть вожди. Есть партии, где с вождизм такой сильный. Например, Справедливая Россия. Ну, видно, что Справедливая Россия поколебала свою вождизм. поколебала вождизм. Она в этой звене самая слабая, если говорить о выборе. Теперь о Прохорове. Мы увидели воочию, помните, я вот в прошлый раз говорил про правое дело. Ну, ребенок. Ребенок. Незрелый. Легко, легко досталось это все прочее. То есть, не прошел через путь борьбы, компромиссов и так далее. Когда ты происходишь в политической борьбе, всегда возникает в нормальной политической борьбе, политическое достижение политических целей всегда есть место и компромиссов. Обязательно. Время Жириновских заканчивается и время Зюганова заканчивается. Надо понимать, что приходит новое поколение, придется договариваться. Никуда не денешься. И Единая Россия придется договариваться. Почему вот эти вот игры с этим народным фронтом? Да потому, что вот видят, что уже вот так просто недостаточно. Поэтому и самое главное, надо, чтобы нашего лидера знали. Надо, чтобы он был харизматичен. Надо, чтобы он поступал. Даже он рассказывался по платформе. Без реального сегодняшних зарегистрированных партий, просто вот в рамках одного клуба это недостаточно. Вот это четко надо понимать. Что сегодня бабки Константина Анатольевича должны знать. Должны знать. А это значит средства массовой информации, это значит телевидение, это значит своя позиция. Без этого не выиграйте выборы. Возьмем, давай другой альтернативат, Рогозин. Вот Рогозин. Вот Рогозин. Это партия Родина, когда она вот вышла. За счет чего она выиграла? За счет того, что средства массовой информации были у нее? За счет того, что телевидение было? За счет того, что у него была, ну, так сказать, давлическая вещь, он, говорят, бился на фоне негодного Чубайса? Ведь помните, какие-то он разыгрывал эти сюжеты, из-за ее проголосовали. Я думаю, что мы будем, мы будем биться на почве негодного Чубайса, на почве того, что сегодняшняя ситуация другая. Это доведение на наших избирателей, то есть ситуация, которая есть. Но просто сектантскую позицию, не участие, вот как вот вот эти вот несистемные позиции, там поле занято. Там свои харизматические лидеры есть. Там это поле, на этом поле мы не выиграем. Спасибо. Продолжение? Ну, давай, если кратко. Я думаю, так, что прежде всего надо нам скопироваться с крестьянами, с крестьянским ходом, первое. Второе, очень тщательно изучить предложение Владимира Николаевича Баглаева, если, если, о возможности с Зюгановым сотрудничества, в обмен на некую помощь пост-вице-президента или премьеры и оно число в Местдуме. И третье, я хочу, чтобы, в принципе, подумать над тем, чтобы дать бой на выборах 2019 года президентских, поддержать либо альтернативную кандидатуру, самому выдвинуть свою кандидатуру, на которую. Понятно, что мы должны готовиться к времени после 2019 года. Эта система не вечна. Либо начнется оттепель из-за развала хозяйственного, либо завал системы. Спасибо. Несколько слов хочу сказать. Во-первых, мне очень нравится вообще, присутствовать на заседаниях клуба «Рой» и видеть людей, которые, так сказать, и мыслят, что-то предлагают. Но проблема, мне кажется, в том, что вот, может быть, вот еще там десяток таких раев, там, и все. А если спросить народ, то я не уверен, что народ поддержит и то, и другое, и третье. Вот я езжу, например, в деревню, вот, так потом-то беда, что если спросят, то они скажут, что они за Путина. Я говорю, ну как же ты за Путина? Ну как же, как же? Вот я пенсию получаю, получаю. А если не будет, так будет стабильность потеряться и так далее. Поэтому, и кроме того, вот мы здесь вот обсуждали, много очень людей выступали, и все в основном говорят демократия, не демократия, честные выборы, не честные выборы. А что конкретно? Конкретно, что мы предлагаем? Так вот, Константин Анатольевич правильно поставил вопрос, что надо решить что-то конкретно, что надо предложить. Вот мы вместе с ним и с коллективом разработали программу. Значит, программа состоит из двух частей. Первая – это программа конкретные пункты. Там всего получилось 45 пунктов, еще десяток бы надо добавить, но, видимо, потом добавим. Вот. А отчет, обоснование – это вот 320 страниц текста. Вот с этим надо, мне кажется, вот с этой программы надо идти и на всех перекрестках показывать. Значит, есть несколько коренных вопросов, которые Россия, так сказать, вот, во-первых, офшоры. Все, что есть в России, это все не российское. Это коренной вопрос. Из-за чего уходят в офшоры? Это второй вопрос. Что, мол, некоторые уходят, потому что судебная власть здесь никуда не годная. Тоже это второй, очень важный вопрос. Кто-то говорит, что здесь это самое. А большинство чиновников, вот 5 триллионов рублей, это МВД определило там управление, что 5 триллионов, они за полтора года спрятали то, что откаты, распилы и прямой в расступе бюджетных средств. Значит, вот с офшорами надо разобраться. Второе, надо перераспределять доходы. У нас нищета, с такой нищетой, как в России, ничего не может быть. В принципе ничего. У нас, вот это самое, коэффициент фондов, или отношение 10% бедных к 10% богатых, где-то официально 18, а если так, как считает наш по-научному, то 25. 25 раз 10% богаче, чем другие. Говорят, что в Америке тоже так. Но в Америке бедные, там тоже очень много бедных. И сейчас растет число бедных. Бедные это те, у кого на семью еще трех человек по нашим деньгам менее 35 тысяч рублей. Вот если у тебя меньше 30, а цены у них дешевле, чем у нас, кстати говоря. Вот если переводить на рубли, если у них меньше, значит они бедные. А во всем другом, во всех других странах, коэффициент, вот это отношение, децильный коэффициент, заканчиваю, где-то 6-7. Значит, короче говоря, что я считаю нам необходимо делать? Нам необходимо кристаллизовать и сформулировать четко, что мы предлагаем и на всех перекрестках об этом говорить. И говорить, что это Содружество предлагает, партия Дело предлагает, ну что действительно, если это авторская какая-то работа. Вот. И голосовать, да, голосовать надо идти, и голосовать за кого угодно, только не за Единую Россию, потому что в конце концов во всех партиях, в том числе и в Единой России, есть приличные люди. Многие идут, вот правильно я согласен, он ушел уже, да, этот товарищ, который говорит, что надо везде, так сказать, со всеми иметь, пытаться иметь дело. Порядочных людей везде много. Вот. И если что-то конкретное, ну кто-то не за все пункты, а за 10, за 50%, за 20. И вот надо эту программу везде долбить, ну и не забывать говорить о том, что эту программу разработана, так сказать, вот при участии и под, так сказать, руководством, ну под руководством, допустим, академика Никматулина, у нас ее есть, и при участии вот Булата Искандеровича, кстати говоря, одну цифру приведу, которую Булата Искандеровича дал, очень интересная цифра. Значит, если у нас стабильность продлится, вот так, стабильность, которая сегодня, значит, к 2020 году потери населения бывшего СССР будут 28 миллионов человек. Это больше, чем потери Великой Отечественной войны. Ну, в заключение, я все сказал, в общем, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Девятые евреи, надо сделать кое-какие сборки. Да. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин